В столице России, Москве, 20 часов 4 минуты и 17 секунд. Это радио Финам ФМ, частота 99,6. В эфире программа «Искусство возможного» в студии Роман Бабаян. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о миграции в России, причем о миграции и внутренней, и внешней. Совершенно очевидно, что это одна из, скажем так, самых болевых точек, на самом деле, для России. Эта проблема волнует абсолютно всех, и власть придержащих, то есть людей, от которых зависит принятие решения, и, собственно, нас с вами, обычных граждан. Все прекрасно понимаем, что с этим надо что-то делать. Периодически мы слышим от наших депутатов, от наших министров, от президента страны, от представителей общественных организаций какие-то рецепты. Рецепты или меры, которые мы должны срочно принять для того, чтобы применить, для того, чтобы переломить эту ситуацию, навести хотя бы маломальский порядок. Я уже не говорю о том, чтобы полностью решить эту проблему, а именно вот маломальский порядок. Но, как мне кажется, что все это вот, это все-таки полумеры. У нас нет какой-то системы, в этом наша проблема. У нас нет системного подхода для решения, собственно, проблем миграции. И именно поэтому мы все время наступаем на одни и те же грабли. У нас систематически происходят какие-то столкновения между местными жителями какого-либо населенного пункта и приезжими. Причем, когда я говорю приезжие, я имею в виду даже не только тех, которые приехали из республик Средней Азии, так называемые трудовые мигранты, но и приезжие из других регионов. Ну, например, с Северного Кавказа. И, естественно, вот почему я решил сегодня обсудить эту тему, конечно же, потому что вот несколько дней мы следим за тем, что происходит у нас в Саратовской области, в городе Пугачеве. Для наших радиослушателей, если есть такие, которые не в курсе, что там происходит, я быстренько, кратко сейчас напомню, что происходит в этом городе. И после этого мы перейдем к обсуждению и, может быть, попробуем хотя бы нащупать вот ту самую систему, про которую я говорю. Систему мер, которые помогут переломить эту ситуацию. Итак, город Пугачев, Саратовская область. В одном из кафе два молодых человека, одному 16 лет, другому 20 лет, поспорили, не поделили девушку, как говорят, что причиной была именно девушка. Потом через несколько дней, значит, договорились встретиться, как у молодежи принято говорить, у молодежи принято говорить там разборки, да, через несколько дней. Они встречаются в начале драка, потом 16-летний чеченец бьет скальпелем, наносит несколько ударов скальпелем 20-летнему, значит, местному жителю Руслану Маржанову. И этот парень умирает. Парень умирает. Сразу же после этого на улицы города выходят люди. Люди требуют справедливого разбирательства этого дела, наказания справедливого для 16-летнего чеченца. Это чеченец этот, кстати, Али Назиров, он приехал, он не живет в Пугачеве, естественно, он приехал в гости к своим родственникам, которые живут в этом городе. Значит, люди требуют наказания, люди, помимо всего прочего, требуют выселить всех чеченцев, которые живут в этом городе. Дальше ситуация развивается следующим образом. Собираются на митинг, там, на митинги около тысячи человек, до полутора тысяч, там, по некоторым оценкам, значит. Люди требуют, чтобы к ним вышли представители власти, в противном случае угрожают перекрыть федеральную трассу Волгоград-Самара, и это делают в конце концов. К ним действительно потом выходят представители власти. Вначале выходит начальник управления Министерства внутренних дел, потом вице-губернатор туда приезжает, потому что ситуация развилась по нарастающей. Другие официальные лица. И закончилось тем, что в город приехал полпредпрезидента Михаил Бабич, который, собственно, каким-то образом вот ему удалось вот эти вот, скажем так, настроения погасить. Но не загасить окончательно, он немножечко просто их смикшировал. Люди ушли тогда с федеральной трассы, но требуют до сих пор, собственно, вот справедливого разбирательства и ужесточения мер по отношению к выходцам Северного Кавказа, которые живут в этом городе. Вот это вот в двух словах. Вот эту вот тему и тему внешней миграции, которая также является болевой, потому что, о чем я говорил, это внутренняя миграция, совершенно очевидно. Ну и тему внешней миграции, которая является болевой для нас, мы будем обсуждать сегодня с нашими гостями, которые находятся у нас в студии. Я сейчас быстро представлю вас, друзья. Это Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Все правильно, Юрий? Да, да. Все правильно. Добрый вечер. Виктор Милитарев, вице-президент Института национальной стратегии. И Светлана Алексеевна Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие, член совета и руководитель сети миграция и права правозащитного центра Мемориал. Все правильно, Светлана Алексеевна? Все правильно. Добрый вечер. А еще до 2004 года вы входили в комиссию по миграционной, комиссию правительства. Я сейчас вхожу, я сейчас член правительственной комиссии по миграционной политике. Вот так вот. Добрый вечер. Юрий, начну с вас. Ситуация, ситуация с мигрантами ненормальная. Ненормальная. Надо с этим что-то делать. Мы все это прекрасно понимаем. У меня очень простой вопрос, Юр. Вот что делать? Что делать для того, чтобы выйти из этого тупика? Потому что ни к чему хорошему это не приведет рано или поздно. На самом деле, мне кажется, у нас проблема не с мигрантами, а с государством. Потому что то, что мы имеем вот эту хаотическую, дикую миграцию, когда, честно говоря, часто и обвинить-то некого. Потому что все действуют поведенчески, понятно. Мы бы, наверное, часто действовали почти так же. Но в итоге, когда официально признается 12 миллионов людей, которые можно считать мигрантами внешними, а если с точки зрения еще и проблемы Кавказа, то еще гораздо больше, то, конечно, эта ситуация становится ненормальным. И это все концентрируется в больших городах, прежде всего, в Москве. 12 миллионов? Ну, не 12 миллионов. В Москве мы можем говорить о 3-4 миллионах, там, приезжих, временно находящихся, постоянно. Суть не в этом. Суть в том, что... А в празднике, например, Владимир Владимирович Путин на коллегии в ФМС в январе прошлого года, он сказал, что вот мой приятель говорит, что на празднике выйдешь в Москве, одни лица все какие-то, ну, не совсем московские. Ну, да, москвичи уехали. Ну, Владимир Владимирович тоже не совсем московский. Нет, 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 вопрос идет в другом. Нет, вопрос идет... Нет, понимаете, чтобы понимать то, что я говорю, надо понимать, что, например, 5 июля я в очередной раз ежемесячно бываю в Таджикистане. Вообще, у меня среди таджиков огромное количество просто личных друзей. Я с уважением отношусь ко всем нашим братским народам. То есть, это даже не обсуждаемо, понимаете? Вопрос в другом. Вопрос в том, что мы еще не видим ту ситуацию, а там стоят аулы без мужиков. Понимаете? Там гигантские проблемы, там, в том же Таджикистане. Потому что избыточное население, крайне низкий уровень жизни, хочется заработать, приезжаешь сюда, попадаешь в полу-раптор. Не от хорошей жизни они сюда едут. И в итоге, в итоге, проблема не в том, чтобы кого-то обвинить, а проблема заключается в очень простом, что государство запутало в своей миграционной политике. И то, что было принято год назад, 12 июня, концепция государственной миграционной политики, она говорит, что нам еще больше надо миграции. Миграция спасет Россию. Ну, не совсем так. Сейчас вы поправите. Сейчас, секундочку. Оно будет как-то меняться более-менее, там, удерживаться за счет миграции. То есть у нас получается... У нас есть цифры, да, совершенно верно. Вы правильно говорите, Юрий. Причем вот цифры следующие, сейчас я вам скажу, что я их даже где-то подготовил, но неважно. Смысл такой, что у нас население нашей страны, значит, да, я нашел. Население России к 2030 году сократится до 139 миллионов. И, собственно, мы и делаем ставку на вот эти миграционные потоки. Мы таким образом хотим каким-то образом там пополнить собственные ряды. То есть мы увеличиваем свое собственное население. И плюс ко всему этому мы заявляем уже который раз, что наша экономика без мигрантов существовать не может. Поэтому сырьевая зависимость, миграционная зависимость экономики, демография убивается миграцией. Поэтому давайте больше миграции, чтобы было хуже с демографией, хуже с экономикой по факту. Юрий, что делать? Я понял. Как что делать? Очень просто. Надо на самом деле делать на всем постсоветском пространстве, прежде всего в России, новую индустриализацию и создавать устойчивые места рабочей занятости. То есть развивать экономику? Конечно. Если возьмем тот же Пугачев, с этой, со всей очередной страшной историей, то проблема-то прежде всего в том, что это город с массой неустроенных вопросов и с чеченцами, и без чеченцев. Это правда. Одних городов-то их не 5, не 10, а про сути все эти города, одних официально моногородов с ужасной ситуацией, 330 минрегион выделил официально, понимаете? Поэтому первый вопрос устойчивые места занятости. Будет работа, будет достойная работа с хорошим запасом. Хорошо, я понял. Юрий, а сколько лет нам понадобится для того, чтобы решить вот эти экономические проблемы, для того, чтобы людям было где работать в Пугачеве? Три года. Всего три года? Конечно, три года. Базово, базово три года. Это вы уже все рассчитали. Нет, я готов это сделать за три года. Ах, вы даже готовы это сделать? Конечно, конечно. Проблема в другом. Потрясающе. Проблема в том, что новую индустриализацию... А Юрий Крупнов, я вот повторяю сейчас, Юрий Крупнов говорит о том, что он может решить все экономические проблемы практически России, и через это может снять проблему миграции всего-навсего за три года. Вот так вот, Светлана Алексеевна. Да, я с большим уважением отношусь к такому... Светлана Алексеевна, хорошо. Что можем сделать мы? Как вы думаете? Такой суверенности. Вы знаете, вот проблема существует. Люди друг друга не любят. Ну вот называем вещи своими именами. Вот, Роман, ну, во-первых, раз вы заговорили о Пугачеве, о городе Пугачеве, где произошла такая трагедия, я прежде всего хотела бы вот через эту передачу выразить свое глубочайшее сочувствие родителям Руслана Маржанова, которые пережили такую трагедию, страшнее которой быть не может. Кстати, надо отдать им должное. И второе, я хочу сказать, я хочу еще выразить свое глубочайшее уважение и восхищение отцом Руслана Маржанова, который вышел на митинг и пытался его остановить. Вот это достойное поведение, понимаете? Такую трагедию можно отправить два русла. Можно собрать националистов, закричать, что это русские, хотя Руслан Маржанов, я так понимаю, не совсем русский. Он тотален. Но он тотален. Но наполовину. Это вообще не важно. Это не важно. Так же, как вы несколько раз повторили, что убийца чеченец, я тоже думаю, что это не так уж важно. И тут есть разные стороны. Я почему об этом говорил? Чтобы описать, описать картину. Да, но картина такая. Именно эту карту и разыгрываю. Совершенно верно. Разыгрывают эту карту. И что делать в такой ситуации, вот с этой конкретной ситуацией? Ее можно повернуть в два направления. Можно, как вот вы знаете, заканчивается одна из великих трагедий Шекспира, можно превратить ее в момент примирения. И когда вы говорите о чеченцах, то там, безусловно, есть старики, которые способны разговаривать и которые способны влиять на свою молодежь. И эти механизмы, безусловно, нужно задействовать. Тем более, что вот этот отец Руслана, это, конечно, замечательный человек, который может в этом помочь, потому что он имеет право остановить толпу. Это, безусловно, и он это сделал. Я согласен. Теперь, что касается миграции. Вот как раз концепция миграционной политики, которую я как раз считаю очень важным и очень полезным документом, в отличие от Юрия, мне кажется, указывает на возможность ввести миграцию в законное русло. Потому что наша основная проблема состоит в том, что если мы сталкиваемся с проблемой же, то вместо того, чтобы ее решать, мы начинаем с ней бороться. И выглядит это, как вот в сказке дядюшки Рюмуса, как братец-кролик с малиным чучелком боролся. Мы ее с одной стороны кулаком в скулу, в лукозавязла. Потом появляются какие-то новые, да, новые аспекты. И в конце концов мы увязнем в этой проблеме, и ее никогда не решим. Она должна быть проанализирована. Мы должны слушать науку. Нельзя говорить. Вот там Вишневский нам, академик Вишневский, который очень много занимается этими проблемами. Вот он нам там говорит, а у нас другое мнение. Все-таки он имеет право нам сказать, что об этом думает наука. И я думаю, что нужно это выслушать. То есть нужно привлекать профессионалов. Потом, конечно. Потом дальше. Идем дальше. Дальше в соответствии с этим нужно построить прогнозы. И выяснить, какая же нам нужна миграция и сколько. А дальше мы должны начинать не с мигранта, который все равно самая большая жертва всей этой неправильной политики. Тут я согласна. Это вопрос не мигрантов. Это вопрос государства. А начинать надо, на мой взгляд. Но я за три года не возьмусь все ввести в законное русло. Но, безусловно, я бы создала такие условия, при которых работодатель может использовать труд только мигранта, который имеет на это решение. Причем жестко это контролировать. Жестко контролировать не мигранта, который рад был. А именно того, на кого они работают. Ну, конечно, безусловно, чтобы он создавал нормальные рабочие места, чтобы он отвечал за то, что у людей достойная зарплата, они могут снимать жилье, чтобы он отвечал за то, чтобы у них был полис. Социальный пакет называется. Да, и тогда, глядишь, наш местный работник станет более выгоден, чем этот раб. Ну, конечно, потому что расходов будет больше. Чистые экономические факторы. А заработодателям не нужно бегать, не нужно устраивать рейды, его не нужно вытаскивать из подвалов, ему не нужно строить. У нас была же жуткая сцена, когда выстроили людей, ну, Гирево, я не ошибаюсь, поставили просто вот, ну, я не знаю, впечатление фашистского лагеря. В Иберево. Ну, вот, извините, да, извиняюсь перед Новым Гиревым. Вот, и они вот по кругу ходили, положив руку на плечо предыдущего, это просто жуткие сцены. А заработодателям так не надо бегать, он весь на лицо, он видел. Я понял, я понял, Виктор, Виктор Милитарев. Вот такой вопрос. Вот смотрите, мы за последнее время озвучили, ну, власть придержащая наши товарищи, там, депутаты Государственной Думы, министры, там, президент, несколько инициатив. Одна из них, это мы должны теперь с 1 января 2015 года пропускать на свою территорию только людей, у которых будет заграничный паспорт. Это раз, помните, да? И вторая инициатива, такая тоже любопытная, на мой взгляд, это два депутата Государственной Думы, причем из разных совершенно партий, фракции, один из ЛДПР, другой из Единой России, Сергей Жигарев и Алексей Журавлев. Они предложили ввести так называемый миграционный вексель, то есть любой человек, который собирается въехать в Россию, должен будет положить 30 тысяч рублей на депозит. За это ему дают миграционный вексель. И главная идея всего этого, этой инициативы заключается в том, что если он потом нарушит российское законодательство, эти деньги пойдут на его депортацию назад, то есть на его родину. Там в Ташкент, Душамбе, неважно, Бишкек или еще куда-то. Вот как вам кажется, вот эти вот меры, про которые я только что сказал, они каким-то образом могут помочь вообще хоть как-то сдвинуть эту проблему с мертвой точки? Мне прежде всего нравится, что о всех этих темах стали говорить наверху. Ну, безотносительно от того, что я люблю и уважаю Алексея Журавлева, мы с ним старые друзья. Я сам раньше состоял в родине и до сих пор состою в Конгрессе русских общин. Но главное в другом. Главное, что 10 лет назад, 5 лет назад говорить на все эти темы было запрещено. Практически некоторая группа экспертов, которая придерживается точки зрения о том, что в России в связи с убылью населения необходимо многомиллионная миграция, и которая также любит эта группа экспертов упрекать население нашей страны в недостаточной терпимости, монополизировала экспертное пространство. И то, что сейчас до самого верха дошли документы, в которых, ну, грешным делом, я полагаю, я участвовал, и начался пересмотр точки зрения на миграцию... Это уже хорошо. Это уже хорошо. Теперь о мероприятии. Было бы странно, если бы делали вид, что ничего не происходит. Ну, я поразился, когда руководитель политического отдела одного из самых провластных, прокремлевских социологических центров громко сказал на круглом столе в крупной газете, что ситуация с миграцией воспринимается москвичами так, что недалеко до насилия. Значит, действительно начали понимать, что ситуация острая. Теперь по существу. Это было, так сказать, преамбула. Да, слушай. Главное, и тут я с моим другом Юрием Крупновым соглашусь, что я перефразирую его мысль своими словами. Нам необходима миграционная политика, потому что за все эти 10-15 лет у нас нет миграционной политики. Вот та самая система, про которую я говорил, да? У нас в сфере миграции существует дикий рынок. То есть, как в 90-е годы дикий рынок был почти во всех отраслях экономики. Бандиты, воры, насилие, стихийные процессы. Потихонечку, как я к власти бы не относился, критически в ряде отношений, но ситуация начала нормализоваться хоть в чем-то. А в сфере миграции нет политики со стороны государства. Есть естественная ситуация. Есть нищие жители Средней Азии, которые... У них нищие страны, диктаторские режимы. Понятно, они едут сюда для того, чтобы прокормить, заработать деньги и кормить на эти деньги, собственно, есть... И есть корыстные, сволочные российские предприниматели и чиновники, которые на них подло зарабатывают. И вот тут мы с коллегой Ганнушкиным, видимо, поспорим, хотя отчасти, думаю, согласимся. И есть российское общество, которое ощущает избыток мигрантов, и это вызывает у российского общества... Раздражение, как минимум раздражение. Фобию, этнизацию русских, хотя, в принципе, русский не этническая нация, и множество других негативных процессов. Сразу вопрос, Виктор. Как вы думаете, сколько нужно времени власти, в случае, если она действительно решает решить эту проблему, навести порядок вот с этими товарищами, которые зарабатывают на миграндах деньги? Работодатели, те самые компании, которые их сюда везут, те, которые, значит, используют этот труд и так далее. Мы многократно обсуждали эту тему с коллегами. Я буду отвечать, игнорируя то главное, о котором говорил Юрий Васильевич. Я сейчас о реиндустриализации России не говорю. Я сейчас рассматриваю только тему иностранных работников. Эту тему можно решать, извините, я не шучу, от двух недель до тех самых трех лет, о которых говорил Юра. Вот так вот интересно. Потому что эта тема не экономическая, а полицейская. Почему я при всем... Это тема коррупции. Вот оно, а я все думаю, когда же, наконец, кто-то из моих гостей произнесет это волшебное слово. Виктор, все, я сейчас вас прерву. Произнесли это волшебное слово на 24-й минуте, мы сейчас прервемся. Вернемся в эту студию через несколько минут и продолжим наш интересный разговор. Совершенно верно. Все, уходим. Еще раз добрый вечер. Это Финам ФМ, программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. И сегодня мы говорим о проблемах миграции. Я хочу сейчас назвать наш телефон, по которому каждый может позвонить в нашу студию и задать вопрос мне и моим гостям, которые сейчас присутствуют в студии. Телефон такой 6510-996, код города 495. Еще раз на зову наших гостей. Это Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции и регионального развития. Виктор Милитарев, вице-президент Института национальной стратегии. И Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие, член совета и руководитель сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал» и член правительственной комиссии по миграционной политике. Мы остановились, Виктор, остановились на том, что вы сделали достаточно такое громкое заявление, даже громче, чем заявление Юрия, который заявил, что он может решить проблему миграции лично он в течение трех лет. Вы говорите, что навести порядок в этой сфере можно аж за две недели. Можно, но не нужно. Ах, не нужно даже? Нет, давайте, подождите. Мы сейчас с вами говорили там полчаса как минимум о том, что эта проблема не дает нормально жить нашему государству, нашим гражданам, а сейчас вы говорите, что не нужно. Можно решить за две недели, но, скорее всего, не нужно. Лучше решать медленнее. Но, скорее всего, нельзя. Можно. Нельзя. Можно, можно, можно. Еще раз говорю, здесь две стороны. Одна сторона, о которой только что сказала Светлана Ганнушкина, это коррупция правоохранительных органов, муниципальных чиновников. Не забывайте про федеральную миграционную службу, Виктор. ФМС. И работодатели, их в коррупции не обвинишь, но они демпингуют на рынке рабочей силы. Ну, конечно. Но были бы странные работодатели, Виктор, если бы они не использовали эту ситуацию в собственной цели. А есть вторая сторона, независимо от того, что для танго нужно двое. И без варья нашего московского, богатого варья, столько мигрантов бы в городе не было. Есть сами мигранты, которые бешено раздражают своим избытком. У кого-то. Давайте про всех не будем говорить. Светлана Алексеевна, справедливости ради. Ну, вот давайте так. Я все понимаю, но раздражают. Ну, раздражают, причем очень многих. Вот мы можем выйти сейчас с вами на улицу, подойдем к людям. На самом деле, человек не всегда рефлексит, что именно его раздражает. Потому что часто это именно канализируется властями, раздражение против них на этих мигрантов. Надо найти виноватого, они это находят. Это делается очень легко, к сожалению. Ну, хорошо, Виктор, вот такой коротко. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Сейчас, секундочку, секундочку, Виктор. Вот как вы думаете, если государство может в течение двух недель, вот мне очень нравится просто этот срок, решить эту проблему, да? Почему они этого не делают? Да, естественно. Так почему они это не делают? Так Светлана сказала, коррупция. Ну, подождите, только одной коррупции? Сейчас. А где инстинкт самосохранения? Здесь страна может разрушиться. Все-таки, видать, я из наших четырех самый лучший провокатор, потому что меня вы все перебиваете. Дайте сказать. Давайте. Самих мигрантов при наличии политической воли у власти реально можно выселить из Москвы и отправить домой за две недели. Это я имел в виду, сказав провокационную фразу две недели. А, то есть это зачистить всех? Зачистить. Просто зачистку провести такую, отлавливать всех в самолет и вперед, да? Ну, этого не надо делать. Потому что сейчас, когда американцы выходят из Афганистана, у нас в Средней Азии может начаться страшная буча. И если мы срочно вернем в Среднюю Азию до 500 тысяч здоровых молодых мужчин, нам самим мало не покажется. Но что-то нужно делать. Что нужно делать? Нужно постихоньку заменять малоквалифицированных иностранцев на наших соотечественников, граждан России. Я не говорю русских, хотя, понимаешь, что в России русских 80 процентов. Наши соотечественники, граждане России. Жители логистически оптимальных, близлежащих к Москве областей. Жители, обнищавших монокороду. Но для этого придется бороться с коррупцией. Потому что человек из Рязани поедет работать на ту работу, которую делает иностранец, если ему дадут социальный ваучер, если он получит общежитие, если его дети будут ходить в школу легально, если его жена и он сам будет ходить в поликлинику легально. Но до этого, пока мы, а мы это делаем совершенно зазря, мы потворствуем корыстным интересам коррупционеров и работодателей, приглашаем иностранцев. Все, я понял, Виктор, я понял. Погодите, последнее слово. Иностранцев нужно приглашать адресно. Адресно. И даже если мы об этом заявляем, мы почему-то этих специалистов найти в республиках Средней Азии не можем. Ну вот я нашла, а мне квоту не дали. Ага, потом мы, да, потом мы сталкиваемся с квотами. А теперь по поводу замещения за счет жителей близлежащих областей. Вот давайте я вам напомню, мы все с вами прекрасно помним эти времена, когда в Москву приезжали люди из близлежащих областей. Скажите, как их называли здесь? Лимитчики. Лимитчики, совершенно верно. Виктор, их любили? На фоне... Это было как ругательство. И, конечно, ну, конечно же, их тоже не любили. На фоне неприязни к таджикам, простите за неполиткорректность, замена их туликами и рязанцами, приведет к совершенно новым отношениям к лимитчикам, чем были у нас в Москве. Ну, я не знаю, я не уверен. Сейчас у нас есть звонок. Звонок, давайте послушаем нашего слушателя, ответим ему на вопрос и пойдем дальше. Да, пожалуйста, слушаем, Рустам. Здравствуйте. Добрый вечер. Я являюсь тем самым работодателем, который постоянно привлекает к работе иностранную рабочую силу. Вы говорите о коррупции. Я, как работодатель, я прохожу все... Я исполняю все законы Российской Федерации, которые в данный момент существуют. У меня люди работают. Я получаю квоту, люди получают разрешение на работу, я плачу налоги, я плачу зарплату. Да-да-да. И при всем при этом, я снимаю жилье для тех самых мигрантов, для таджиков, для киргизов. Я снимаю жилье, и они у меня живут в нормальных условиях. Я покупаю медицинский полис, я плачу все болезни, когда они лечатся, я все это делаю. Вот. И при всем при этом, я вам могу сказать, что ни один россиянин не хочет идти на работу. У меня работают российские граждане, но этим гражданам из России, из Московской области, из Тульской области, им всем 55-60 лет. Ни один 30-40-летний мужик, даже 25-летний парень не идет работать. Рустам, несколько вопросов. Не идет работать ни штукатуром, ни маляром, ни электриком, ни плотником. Им это не нужно. Они все мечтают стать бизнесменами, они все мечтают стать банкирами, и никто не хочет зарабатывать. Рустам, может быть, мало предлагаете просто за эту работу? Вы знаете, сколько у меня таджики получают в месяц? Или в соответствии с рынком? Ну сколько? Вы знаете, сколько у меня таджики в месяц зарабатывают на ремонте фасада? Говорите. 60 тысяч рублей. Нет, это достойно абсолютно. Юрий. 60 тысяч рублей в чистую они получают. Не считая налогов, которые мы платим, официально государству платится. Роман, вот что мы имеем? И никто не идет. Все, я понял. Никто не идет у россиян, не хочет работать. А если кто-то приходит из россиян работать, они работают до первой зарплаты. А потом они лежат в доску пьяный, кверху пузом. Да, все понятно. Юрий, это вот... А у меня, я заключаю... Дайте закончить. Я заключаю госконтракт с правительством города Москвы. Я обязан вы исполнить этот госконтракт. У меня очень жесткие сроки. И у меня нет времени уговаривать этого россиянина, чтобы он вышел на работу. А ребята из Таджикистана, они приезжают работать сюда. И работают. Это огромная проблема. И работают. Они работают с 8 часов утра до 12 ночи. Спивается провинция. А давайте... Юрий, это вот... Я вот хочу этот вопрос к вам адресовать. Почему? Ну, потому что вы неоднократно говорили о том, что наши люди с удовольствием, если не будет мигрантов, пойдут ровно на те позиции, которые сегодня нами заняты. Роман, вот вам, пожалуйста, пример. Роман, а давайте немножко вдумаемся. Давайте вдумаемся. Сейчас эмоции оставим. Что нам говорит Рустам? Что говорит идеально? 12 часов работают. Там 60 тысяч, но с точки зрения интенсивности, условий жизни, воспроизводства 60 тысяч реально совсем другие деньги. Условия жизни. Человек им квартиры снимает. Подождите, секундочку. Подождите, это он, конечно, снимает там, всем им обои клеит лично. Все понятно. Вопрос в другом. Вопрос в том, что нас приучают, нас приучают к тому, чтобы мы работали, как эти во многом все равно люди, которые не так работают, как нормальные люди должны работать. Поэтому нас в этот сумасшедший псевдорынок с полурабским трудом нас загоняют. И дальше, дальше. И вот нам Рустам вместе с вами и со Светланой Алексеевной, вы нас прекрасно туда загоните и говорите. Ну вот, Крупнов, ты что там какую-то хренатенью занимаешься там, непонятно, миграции изучать? Да ты давай, до 12 часов в день. Давай фасады перекрашивай с технологиями 19 века или лопатой копать что-то. Давай, давай, ну вперед. Нет, давай, подождите, подождите секундочку. Наши люди так не хотят, потому что наши люди помнят. Например, на селе, которое, говорят, спиваются и так далее. Когда он был комбайнером и чудеса трудовые совершал. Когда ему платили хорошие очень деньги, когда он был первым и важнее, чем первый секретарь его маленького горкома. Потому что он был комбайнером, и к нему ходили и так далее. А просто превращаться в рабов так нельзя. Я приехал работать на Дальний Восток первый день, очень кратко. И мне товарищ там ФМСник такой, очень такой вальяжный, говорит, ну что за народ пьет эти русские туда-сюда. Вот ко мне китайцы приедут, а они так все работают хорошо. Китайцы приезжают из землянок центрального Китая, для которых 2 доллара в день это просто счастье. А если они 300 долларов в месяц получают, для них это примерно то же самое, что, так сказать, для вот этих всех мигрантов стать бизнесменами первого уровня. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, что вот в данной, вот этот вот пример конкретный. Не бывает никакого данного примера. Здесь человек говорит о чем? Этот человек, этот человек, этот человек. Он говорит, что не идут на эти деньги. И правильно не идут, и правильно не идут. И этот человек, и его правительство Москвы, которое довольно таким рабским трудом и такой экономикой. Он не говорит о рабском труде. Это есть враги России. Они организуют эту мигрантскую трубу. На ней зарабатывают как явно, так и неявно. И я, я в этом рабском обществе, в том числе в качестве и рабовладельца, я не хочу в этом быть. И меня туда загонять не надо. Хорошо. И русского человека. Все, я понял. Света Алексеевна, очень коротко, и у нас есть еще несколько звонков, надо послушать и других людей тоже. Вот та ситуация, про которую сейчас говорил Рустем, она же часто повторяется. Она довольно часто повторяется, конечно. Вот есть такое мнение, есть такое мнение, самое распространенное, что наши люди действительно не идут на эти позиции, не идут на конвейер, не идут на какие-то черные работы, вот эти вот дворники, там какие-то вот тяжелые вот работы тоже не идут. Это действительно так. Совершенно правильно. И вот я хочу сказать, вы знаете, вот закрывать глаза, говорить о том, что вот мы такие, мы не хотим быть рабами, а мы стали рабами водки. И у нас наша провинция спивается. И это одна из огромных проблем. И это вот добились вы, вы лично. Я лично, это гениально. Вы, Вишневский, это правительство, которое не может построить экономику. Вы лично добились. Я лично, когда вокруг меня пьющих нет вообще. Вы лично добились этого. Ладно, хорошо, Юрий, все, я понял, дослушаем. Светлана Алексеевна, заканчивайте мысль, да, заканчивайте мысль, и я выдаю еще один звонок. Ну вот это проблема, которой надо заниматься, провинцией надо заниматься. Все понятно, у нас еще Олег на линии, пожалуйста. Знаете, я вот с этим предыдущим оратором не согласен, он говорит, я все плачу, у меня не идут работать русские. То есть вы ему не верите, я правильно понимаю? Я не верю абсолютно по одной простой причине. Интересно. В то время, ну, я занимался бизнесом таким же, как, ну, не суть важно, купить, продать, это торговля, рынки, это все. Я всегда платил зарплату, там было мало продавцов, но неважно. Я не нанимал никогда людей из зарубежья. Это принципиальная была оппозиция? Вы знаете, это не то, что принципиальная, а люди, которые приезжают, они могли, ну, любой предприниматель, да, представьте себе, что он работает, работает человек, выручка идет, да, ты получаешь, а потом раз, наработали и убежали. Понимаете? Поэтому я этому Рустему не верю. Хорошо. На самом деле, на самом деле, таких зарплат для мигрантов не существует, как он говорит, 60 тысяч. Это просто смешно. Ну, вы знаете, вот что-то, что-то мне подсказывает, что такие зарплаты существуют, как минимум, на бумаге точно. На бумаге это понятно. Мы же неоднократно об этом слышали, да, что они по бумагам, там, зарплаты одни, а на руки люди получают совершенно другие деньги. Все очень просто. Вы посмотрите, вот телевизор сколько показывает, таджики бастуют. У них по бумагам зарплата, да, ну, это показывает на телевизорах. Ну, бывает эпизодически, да. У них зарплата где-то 35 тысяч, да, а им дают 30 тысяч, и они довольны. Какие 15? Даже не дают 15, хорошо. Это по телевизору показывают, по центральным каналам. Поэтому здесь чиновники забирают все эти деньги себе. Значит, вы тоже, стоп, сразу стоп, сразу стоп, Олег. Значит, вы тоже считаете, что самая главная проблема это коррупция? Это не проблема вообще. Однозначный вариант. Я могу сказать, самый смешной интересной ситуации. Помимо коррупционеров этих, которые нанимают, есть еще другие люди. Я просто знаю эту систему. Другие люди какие? Ну, говорите смелее и смелее. Представьте себе, Молдаванин, да, он здесь обосновался, договорился с местными предпринимателями, что будет поставлять рабочие силы. Ему платят те бедолаги, которые хотят... Ну, я понял, я понял. На самом деле, если мы копнем эту проблему, то там получится такая, знаете, групповая кормушка. Вначале какие-то компании, которые находят этих людей. Потом компании, которые обеспечивают их документами. Там, я имею в виду документами, там еще, на точке. Потом люди, которые их сюда привозят. Потом люди, которые здесь обеспечивают их документами. На любой остановке каждый из нас видел эти объявления, да? Руба. Плюс ФМС, плюс ФМС, и понеслось, и понеслось. И получается замкнутый круг, замкнутый круг. Какая пергушечка здесь, какой отбор внизу. Все, я понял, спасибо. Спасибо. Эти люди как раз и приходят к нашу организацию с просьбой помочь им получить заработанные ими деньги. Собственно, наш проект по помощи трудовым мигрантам именно тем и занимается, что требует от работодателей эти деньги. Причем треклама? Нам не надо себя рекламировать. Мы проблему обсуждаем. Мы что же? Я говорю о том, что им нужна помощь. Но это проблема. Это проблема. Люди приходят действительно со своей болью. Нам рекламировать себя не нужно. Мы перегружены так, что дальше ехать некуда. И я в свои 70 лет работаю по эти 12 часов, о которых вы с таким возмущением говорите. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, как вам вообще тогда все эти инициативы, с которыми выходят наши депутаты? Зачем тогда все это нужно? Ну, знаете, честно говоря... Если мы понимаем, что корень зла совершенно в другом. Зачем придумывать какую-то историю с загрампаспортами? С миграционными ваучерами? Абсолютно бессмысленно. Да, ну зачем? Ваучеры это абсолютно бессмысленно. Ну, понимаете, это рождается... А паспорта... И паспорта тоже. Это ничего не решается. Нужны? Почему они нужны? Для чего? Ну, возможно, для учета. Для обеспечения безопасности, пересечения границ. Госграница без фиксации пересечений существовать не может. Это элементарный порядок. Сразу стоп, сразу стоп. Вы пересекаете границу, допустим, какого-либо государства. Я вам рассказываю, как это происходит с таджиками, узбеками и киргизами. И вообще с гражданами СНГ, да? Они тут же в самолете, а иногда, ну или в аэропорту получают так называемую миграционную карточку. Они заполняют эту миграционную карточку. Как их зовут, где они родились, сколько им лет, там, чуть ли не до размера обуви, там, жены, да? После этого они с паспортом и с этой миграционной карточкой идут на паспортный контроль. Пограничник очень долго все это изучает, вбивает все в компьютер. И потом уже на выезде он должен будет посмотреть, когда въехал этот человек, находился ли он здесь легально, или же он потом со временем превратился в нелегала. Роман, вы правы, что административно правовые режимы нашей госграницы безобразны, их надо улучшать, надо все это наводить в порядок, строится информационная система, которая не работает десятилетия уже и так далее. Все это правильно, но это все не о том. У нас проблемы сегодня очень серьезные, проблемы миграции, и в том числе внутренней миграции и города Пугачева. Это проблема в другом. Мы готовы жить в той, на самом деле, античеловеческой экономике, в которой нас вот, что значит, кормятся вокруг, вы сказали, гроздь, правильно сказали? Так это что значит? Это значит, что это не то, что там Марксова, так сказать, сверхприбыль и прочее там, да? А это вообще фактически людям ничего не остается, а кто-то забирает. Пугачеве, кстати, то же самое. Суть-то в чем? Суть же заключается не в этническом конфликте, а суть заключается в том, что есть сплоченные диаспоры, понимаете? Если мы говорим про три года, я уже на вашей передаче говорил, что на самом деле для того, чтобы захватить власть в Российской Федерации, я готов это подробнейшим образом рассказать, в Москве достаточно с помощью нелегальных сетей мигрантов достаточно три часа. Поэтому о чем мы говорим? О чем мы говорим? Когда ситуация реально, она не вопрос, что там кому-то лица не нравятся или нравятся. Вопрос в том, что у нас совершенно убогая экономика. Еще грохнется сейчас нефть и прочее. Я понял, не дай бог. Вот этого нам не надо. Так нет, она грохнется. Куда вы? Не надо, не надо. Рецессия началась. В следующем году грохнется нефть. Соответственно, у нас все, никакой промышленности своей нет. Завозим мы все, вы знаете, там фуры идут без конца. Я понял, то есть вы что хотите сказать, что мы скоро умрем все? Нет, не в этом дело. Я хочу сказать следующее, что миграция на самом деле закрывает также как бы проблему с экономикой, как бы проблему с демографией. На самом деле, во-первых, она убивает эти сферы и демографию, и экономику. А главное, что мы не делаем промышленность. Промышленность России это самое главное. Все, я понял. У нас еще один звонок. Да, пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Говорите. Андрей, Андрей, Москва. Да. Вот абсолютно согласен с Юрием Крупновым. Да. И насчет реиндустриализации и проблемы миграции, как проблемы, прежде всего, экономической и политической, разумеется. Здесь нет никакого этнического, этнической составляющей, да, все этнические вопросы можно решать. Никто не против. Выйдем на улицу. Да, но все вопросы. Можно спросить каждого гражданина России, все скажут да, конечно. Ну, разумеется. Вопрос, как это сделать? Все население России уже давным-давно зомбировано. Оно их натравляет друг на друга. Натравляют вполне осознанно и вполне... А кто те нехорошие люди, которые натравливают друг на друга? Ну, их много. Здесь, как всегда, в больших системах, здесь есть разные, знаете, заинтересованные центры. Хорошо. И порой удивительным образом либералы сталкиваются с националистами, например, в этих интересах. Посмотрите, например, фигуру Навального. Это классический симбиоз. Давайте, давайте, давайте о господине Навальном мы как-нибудь в следующий раз. Да, ну, нет, Навальный, Навальный кричит сейчас про это самое. Пускай кричит, дай бог ему здоровья. Друзья, мы сейчас должны прерваться. Мы должны прерваться. Вернемся в эту студию через несколько минут, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Это программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. И наши гости Юрий Крупнов, Виктор Милитарев и Светлана Алексеевна Ганушкина. Мы говорим сегодня о проблемах миграции. Телефон в нашу студию 651099, 6, код города 495. Пожалуйста, можете позвонить и задать любой вопрос. Виктор, у меня такой вопрос к вам. Виктор Милитарев, скажите, мы, мы, очень часто, когда вот сегодня поднимаем эту тему, мы говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы не пустить каких-то людей дополнительно на нашу территорию. При этом у нас уже внутри на нашей территории, по одним данным, 12 миллионов нелегалов. Вы можете себе представить, что это такое? То есть это население всей Москвы бродит по просторам нашей необъятной Розе. Другие данные там, ну они более скромные, там 5 миллионов, 4 миллиона. К сожалению, это никто не сосчитал. Никто не может посчитать, совершенно верно. И при этом, значит, мы говорим, что нужно там что-то такое придумать, чтобы эта цифра не увеличилась. А что делать с теми людьми, которые уже внутри? Вот ваше мнение. Ну, во-первых, скорее 4 миллиона, чем 12. Хорошо, пусть будет 4 миллиона. Извините, я буду просто на примитивности. На мой взгляд, людей, иностранцев, которые живут в России без разрешения, надо спокойненько, постепенненько выслать на историческую родину. Другое дело, я с Юрием согласен. На историческую? Если мы хотим, чтобы у нас под брюхом в Таджикистане, Узбекистане не было гражданской войны, нам надо инвестировать туда, нам надо восстанавливать промышленность там. Так, стоп, вот это мне уже не нравится. Но это не сегодня. Я думаю, что не только мне такая мысль не понравится. То есть вы нам предлагаете инвестировать в экономику Таджикистана. Юрий, например, говорит, Виктор, что нужно инвестировать в нашу собственную экономику. Почему? В этом есть смысл. А то есть мы еще и Таджикистану. И Центральной Азии. Конечно. Более того, более того. Потрясающееся. Так тут, я думаю, все согласны. Более того. Я не согласен. Нет, нет. Я не согласен. Я не хочу поднимать экономику Таджикистана. Роман, Роман, а знаете, почему вы не согласны? А почему это русская ферма? Роман, а знаете, почему вы не согласны? Ферма, ферма, корпорация. Купить промышленность. Ну, так делают все. Сейчас все западные ресурсы. Почему вы не согласны? Да, скажите, почему я не согласна? Сказать, что вы русский националист, это будет слишком громко звучать. Но московский, это точно московский. Вы московский националист. Это та категория людей, которых, в принципе, устраивает то, что происходит. Они с удовольствием, при всех переживаниях, они так или иначе пристроились к разрушению СССР. Это вы сейчас про меня. Про вас. Это меня устраивает то, что происходит. И они считают, и они считают, эти люди как вы, они считают, что окраины, что окраины, окраины. Они нас объедали уже, неважно, знали вы это, не знаю, просто вы так ощущаете. Да, да, да. И туда какие-то деньги вкладывать, еще что-то. У нас есть труба газовая, нефтяная. Мы можем прекрасно существовать в медиапространстве. Нам хорошо, не надо этим ничем заниматься. А то, что, например, от афганского героина, который тоже надо вкладывать в это Афганистан, например, подыхает несколько десятков тысяч молодых русских ребят, это вам, это не ваше, это в стороне. Юрий, подождите секундочку, подождите секундочку. Я понимаю, московские националисты. Очень, очень, очень даже меня это волнует. Я с вами не соглашусь, что вы меня сделали столичным каким-то националистом, совершенно не согласен. Я даже сейчас вам цифры назову, значит, глава ФСКН России Виктор Иванов заявляет, что отсутствие визового режима со странами Средней Азии ежегодно обходится России в 100 тысяч жизней. 100 тысяч ежегодно. Обведение загранпаспортов, про которые мы только что говорили и поняли, что на самом деле они в корне ситуацию изменить в принципе не могут. Он говорит, что это повысит эффективность борьбы с контрабандой наркотиков, к примеру, героина, как минимум в 30 раз. Вот простите, пожалуйста. Это правильно? Да. Вот можно мне сказать? Да копейки. Вот человек, которому я... Алексеевна, слушаем вас. До копейки. Можно сказать? Да, слушаем вас, да. Человек, которому я не доверяю в высшей мере, это Виктор Петрович Иванов. Потому что он довольно... Можно? Можно? Да, 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 да. Я слушаю вас внимательно. Долго, но я прошу Юрия меня не прерывать. Он довольно долго руководил миграцией, ничего в ней не понимая и откровенно это признавая. А теперь, я думаю, ему бы следовало обратить внимание на то, что делается в его собственном ведомстве. И сколько вот наркопреступлений идет оттуда. Потому что, к сожалению, нам приходилось с этим сталкиваться. И я думаю, что вы не будете это отрицать. Это серьезное обсуждение, что вам приходилось сталкиваться, поэтому туда... А на самом деле вопрос... Это очень серьезно. Почему? Потому что это... Мы живем в 100 тысяч жизней. Введем визы и спасем этих людей. Подожди секундочку. Такого, такого никто не говорил. Цитировать надо, первый источник, всегда с кавычками и подтверждать документами. Вы цитируете неправильно. Но это можно, это я научу цитировать. Ну ладно, хорошо. Готов проводить мастер-классы. Вы теперь все про себя знаете. И вас еще научат цитировать. Потому что суть заключается в другом. А я виновата с Вишневским. Сказано про то, что в 30 раз будет увеличено число по делам контрабанды. И упрощено в том числе судопроизводство и следственные дела. Почему? Потому что у нас, в отличие от Америки, у нас не 50% дел по контрабанде, которые, понятно, человек переехал, привез героин, захвачен. А у нас всего там 1-2% почему? Потому что у нас, как вы правильно сказали, факт пересечения границы не фиксируется. Но как же он не фиксируется, если есть миграционные карточки? Ну конечно фиксируется. Все раз повторяю. Может быть просто нужно, Юрий, навести порядок с этими миграционными карточками. Он не фиксируется в всех случаях. И сделать так, Юрий, что если у человека истек срок этой миграционной карточки, чтобы он не мог поехать на площадь трех вокзалов и в переходе или на пироге... Купить новую карточку, с которой он потом двинет на нашу границу. Я готов аргументировать спокойно, сейчас время не будет, готов подробно обсудить. Вопрос в другом. На самом деле, я с вами согласен в главном, в другом, что все эти резиновые квартиры, все эти, соответственно, векселя, все эти, соответственно, паспорта в таком виде, это все микроэлементы, микро... Микро, не полумера, это полумера, это половина, нет, это одна тысячная, потому что основная проблема, мы хотим жить в мировой державе, или мы хотим жить в четвертостепенной стране, где мы все привыкли, что нас будут миграции, на самом деле, что такое миграция? Это идеальный способ давить на рынок труда, чтобы каждый российский гражданин потихонечку начинает говорить, да что там, куда там выпендриваться, а иначе выгонят, выгонят, надо к лопате, надо сынку говорить, сынок, ты давай там, знаешь, у тебя там право, математика, физика, потихонечку привыкай к лопате, сынок, потому что если ты с физикой никуда не устроишься, академию сейчас еще разгонят, а ты на самом деле можешь потерять работу, потому что мигрант придет с лопатой и тебя выгонят. Все, я понял, у нас еще звонок, у нас еще звонок, пожалуйста, слушаем вас, добрый вечер, физики и математики. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Александр, работодатель. Да. На самом деле, сейчас я развею некоторые мифы, которые вы здесь обсуждаете. Первое, по поводу того, что вот мы сейчас создадим высокотехнологичные рабочие места, и россияне туда пойдут работать. То есть, у меня типография, оснащенная самым современным немецким и японским оборудованием, на котором работают девушки из Мордовии. То есть, это Рустем номер два, вы понимаете, да? Восемь часов в день, с выходными, со всеми правилами ГЗОТа, москвичи не идут. То есть, мы сейчас с вами говорим только про москвичей, но слава богу, хоть девушки из Мордовии работают, меня это уже успокаивает. Опять-таки, они же тоже, извините, мигранты внутренние. Внутренние. Но мы не против внутренней миграции, да, наш Курт? Первая проблема. А почему этот завод не сделать в Мордовии? Вот в чем суть. Типографию, давайте спросим. Александр, а почему бы вам не перебросить вашу типографию в Мордовию? Вот Юрий такой простой у нас, вот он предлагает такое. Хорошо, давайте я просто продолжу. Я могу перейти свою типографию куда угодно, но просто поймите, есть производство, которое надо размещать и в Мордовии, и в Москве, и в Питере. У нас же как, понимаете, у нас либерализм, поэтому размещают там, где выгодно. Понятно. Ну вот, другая проблема, на самом деле, у нас очень высокие офисные зарплаты. В результате у нас охранник получает больше, чем токарь. У нас девочка на телефоне получает 40-50 тысяч, ничего не зная, ничего не умея. И она никогда в жизни не пойдет работать ни на какое производство. Вы бы обсудили лучше проблему, что у нас 20 лет выпускает людей, ничего не умеющих делать, не работающих. У нас 90% населения, это хорошо уплачиваемые бездельники. Это и есть точка зрения русского бизнеса, бессмысленного и беспощадного желающего, чтобы мы за копейки вкалывали на них. Это был Виктор Милетариев. Ничего подобного. Ничего подобного. У нас зарплата европейская. Извините, у нас сейчас зарплата 25 тысяч рублей. Это хорошая зарплата в той же самой Португалии, на которую хрен там устроишься работать. Попробуйте в Греции предложить 800 долларов. Стать Португалией, стать Грецией, стать Зимбабве. А извините, так, подождите. Ну мы же отсталая страна, нам надо гоняться в Португалию. Давайте дослушайте. Смотрите, в производстве у нас на человека в год производится всего лишь 500 долларов прибавочной стоимости. Для сравнения, Швейцарию, которую мы искренне считаем курортом, производят 8 тысяч. Я имею в виду прибавочной стоимости на каждого жителя. Поэтому, когда мы обсуждаем зарплату у них... Эффективность производства, вот что. Эффективность производства у меня... Кто убил это производство и кто не занимается индустриализацией? Мы сейчас занимаемся... Александр, я спрошу... Ты будешь нам говорить, быстрее... Быстрее... Да-да, я производственник. По поводу производительности труда у нас... Александр, чуть-чуть быстрее у нас нет времени. Пожалуйста, быстрее. У меня 70% от американской производительности труда. Поэтому, ребята, если вы хотите бороться с миграцией, нужно всеми силами снижать офисную зарплату, всеми силами повышать издержки охранных структур, бухгалтерских структур. На 6 миллионов бухгалтеров, на 2 миллиона юридических... Ну, все понятно. У нас одних рекламщиков и маркетологов больше, чем печатников и всех работников типографии. Вот у меня в типографии работает 7 человек, а посредников у меня, ну, человек 50 вокруг меня кормятся. Спасибо вам большое за то, что вы это сказали. Вот эти посредники, посредники, Светлана Александровна, это в том числе вот те самые коррупционеры, в том числе и коррупционеры, которые берут маржу за счет того, что поставляют специфические услуги. Таких людей очень много. Все, спасибо, Александр, я все понял. Друзья, что я могу сказать? Я хочу сказать следующее, что на самом деле, на самом деле, вот мы можем до бесконечности долго все это обсуждать. Мы можем спорить друг с другом, но пока не будет выработана система, ничего не получится. Юрий, вот при всем уважении к вам, говорить о том, что мы справимся с миграцией, только после того, как мы двинем вперед нашу экономику, это все звучит хорошо. Но это все можно, я не знаю, растянуть на бесконечное... Откуда вы знаете? На бесконечное... Откуда вы знаете? Откуда вы знаете? Какой у вас опыт? Что вы прорабатывали? Откуда вы это говорите? А я вам объясню. А я вам объясню. Вы просто этого не знаете. Я просто очень долго живу в нашей с вами стране, я знаю, как все это двигается. Роман, вы просто, я вас очень люблю, я считаю вас прекрасным журналистом, вы это знаете. Но вы в этом, в этом, в новой индустриализации, в развитии страны, вы ничего не понимаете. Я даже не претендую на должность экономического гуру. Я просто знаю, как у нас все это двигается с места. Хорошо. Мне кажется, что все-таки три года это преувеличение. Мне так кажется, Юрий. Я очень буду рад за вас, если у вас это получится. Давайте обсудим специально. Хорошо, обещаю, что обсудим. Хорошо. Но при этом, мне кажется, знаете, вот для того, чтобы все-таки каким-то образом решить эту проблему миграции, да, вот можно делать прямо вот на вскидку сразу несколько вещей. Слушайте, давайте, может быть, вернемся к прописке, да, тогда... Ни в коем случае. Нет, хорошо. Давайте введем метраж такой специфический для квартир, чтобы не было резиновых квартир.